Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Ну, сегодня я снова затрону финансовую тему, скажу честно, признаюсь вернее честно, не по своему желанию, а по просьбе моих подписчиков. Дело в том, что в комментариях я получила достаточное количество вопросов, насколько именно нужно средств, чтобы прожить во Франции достаточно хорошо, иметь возможность откладывать, иметь возможность путешествовать. Скажу так, я уже несколько раз отвечала на этот вопрос, но я понимаю прекрасно, что все видео пересмотреть просто невозможно, и не у всех есть желание или время на это, поэтому отвечаю сегодня снова, поскольку не хочу. Девушка так написала, что я как бы задавали уже вам вопросы, а вы не ответили. Я ответила и в комментариях, и также на эту тему снято несколько видео уже, но тем не менее, из уважения ко всем спросившим, ко всем интересующимся, я сегодня снова поднимаю этот вопрос. Итак, как я уже говорила, все зависит от региона, это раз. Второе, от города, в котором вы живете. Если ваш избранник или ваша семья проживает в каком-то небольшом городке, то, естественно, ваши затраты будут несколько меньшими, если вы проживаете в больших городах или же, ну, так даже, можно сказать, в средних городах. Дальше. Чтобы путешествовать, чтобы хорошо жить, чтобы позволить себе какие-то там, ну, я не знаю, роскошества, я не знаю, что именно девушка делала в том, что вышла замуж за американца, и, как я поняла из ее многочисленных комментариев, она недовольна финансовым положением ее семьи. Ну, во Франции, понимаете, как? Есть некоторые социальные программы, которые помогают малообеспеченным семьям. Они помогают детям. Когда в школу детки идут, им выделяется какая-то помощь. Потом, кажется, оплата за питание. Я точно не знаю, но я знаю, что такие программы существуют, и достаточно большое количество французов ими пользуются. Единственное, что там нужно очень много документов заполнять. Затем, по поводу зарплаты, какая маленькая зарплата. Ну, я уже тоже отвечала, и, опять же, повторюсь, это СМИК. СМИК – это минимальная зарплата. Это, кажется, на сегодняшний день 1400 евро по всей Франции. Если я не ошибаюсь, поскольку где-то пару месяцев назад я смотрела на официальном сайте, это была вот такая вот сумма. По поводу жизни, не отказывая ни в чем. Каждый, я просто помню комментарии по прошлому видео, и когда я озвучила сумму в 5000, то этого вполне достаточно, чтобы жить хорошо, чтобы оплачивать страховки, чтобы оплачивать, там, я не знаю, съем жилья, или кредит за дом, или за машину, или путешествовать, и иметь какую-то сумму, чтобы отложить это на семью, то мне написали, что я говорю вообще кошмар и ужас, и 10 тысяч недостаточно. Понимаете, как вот я просто-напросто, я не могу ставить какие-то, вот поймите, ранки, что это или 5000, или 10 тысяч, потому что у каждого свои запросы. Я считаю так, если в вашей семье не хватает средств, то всегда можно найти второй половине работу, это раз. Второе, если вы видите, что ваши желания не совпадают с вашими возможностями, то, может быть, нужно ограничить эти желания. Я, конечно, ничего не советую, я ничего не навязываю в свое мнение, просто я исхожу из своей ситуации, например, если я купила машину. Я знаю, что, например, у меня где-то 3-4 месяца будет немножко меньше в семье денег, чем было до этого, поскольку за машину нужно выплатить деньги. Если я купила какую-то мебель, то я знаю, что я купила мебель, значит, я не куплю себе какую-то одежду, я не куплю себе какое-то там кольцо, или я не схожу 10 раз в этот месяц в ресторан. Просто понимаете как? Ну, у меня все просто. У меня нету никаких сложностей, я как бы не страдаю от того, что, например, если я в этот месяц из-за того, что я совершила что-то, более какую-то грандиозную покупку или какой-то ремонт, или какой-то, ну еще что-то, куда-то я потратила деньги, для меня не является проблемой, если я буду есть в более дешевом ресторане, и не пойду в более дорогой, или там я не буду в этом месяце, ну не знаю, тратиться на какую-то определенную косметику, или там я не пойду 2 или 3 раза к косметологу, а схожу всего лишь раз, для меня это вот, ну, никакой проблемы, ну, абсолютно не имею. Если, например, вы считаете, что, ну, семья должна, идеальная семья, или как это, хорошо обеспеченная семья, она должна, вернее, как супруг, потому что именно в этих комментариях были упреки на супруга, что маленькая зарплата, что нужно платить за то, что живем в бесплатном жилье, и так далее, и так далее, что на жизнь потом ничего не остается. Но я не понимаю, зачем обвинять человека, во-первых, с которым ты живешь, и не делать ничего самой, чтобы улучшить ваше финансовое состояние. Для меня вот это вот непонятно. Я вот со своей стороны, я могу и работать, могу и не работать. Но мой супруг, и я в своей голове тоже, мы прекрасно оба знаем, что если нам нужно будет денег больше, чем мы имеем, для меня, я не буду где-то кому-то говорить, что ой-ой-ой-ой-ой, вот вы представляете, вот мне зарабатывать столько, сколько я хочу. Я просто-напросто начну искать способы, чтобы заработать самой, и чтобы улучшить финансовую ситуацию. И поэтому, как бы, говорить штампами, что мне достаточно 5000, кто-то скажет, мне недостаточно и 20000, потому что у каждого свои запросы. Но, по моему мнению, скромно жить, конечно, это когда ты получаешь минимальную зарплату. Это в любой стране так. Любой человек, получающий минимальную зарплату, естественно, он может позволить себе меньше, чем человек, который получает больше. И, ну, я не знаю еще, как более популярно все это рассказать. Ну, во Франции что еще спасает? Что есть и магазины, где вы можете купить недорогую, но вполне приемлемую, качественную одежду. Если, например, вы там или студент, или только-только вышли на работу, или, ну, вообще по жизни, вот у вас небольшая зарплата. Понимаете? Так же, как и с продуктами питания, есть и более дорогие супермаркеты, есть более дешевые супермаркеты. Так же, как с продукцией косметической, так же, как с продукцией, ну, не знаю, бытовой химии. Ну, практически, как сказать, как я поняла, во Франции даже человек, получающий минимальную зарплату, может позволить себе взять кредит на покупку жилья. Конечно, это не будут там, ну, восьмикомнатные апартаменты, но какую-то небольшую студию, свою квартиру он может позволить себе купить. Поскольку аренда жилья иногда сейчас, вот даже в больших городах, она в разы-в разы превышает ту часть кредита, которую человек даже при минимальной зарплате может выплачивать. Поэтому сказать в общем, как-то полностью вот сказать, что вот или на минимальную зарплату это всё, это вы не проживёте, вы умрёте, ну, всё, хана. Или же сказать, что какая-то определённая сумма, этого достаточно, понимаете. Нельзя в финансах, вообще, я считаю, я не могу, я не финансист, я не, ну, как не специалист, я не могу сказать за все семьи, за их потребности, и за у каждого своё понятие богатства или бедности. Кто-то считает, что если у него там нету какой-то шмотки от какого-то дизайнера, то всё, как вот у меня была приятельница, она пришла и говорит, ну, я тоже об этом уже рассказывала, как это у тебя нет сумки, львитон, это ненормально, а для меня это нормально, ну, для меня это не является приоритетом, понимаете. Для кого-то приоритет, он будет жить в съёмном жилье, но он будет ездить на очень крутой машине. У каждого своё, и поэтому сказать за всех, сколько достаточно денег, чтобы жить хорошо, или наоборот, сколько недостаточно, конечно, здесь я не могу ни совета дать, я озвучила вот минимальную зарплату и сумму, которая, например, в моём регионе, опять же, чтобы не было, что вот в Париже, в Париже, в моём регионе, в городе Ним, на юге Франции, сумма, которая достаточно для семьи из четырёх человек, чтобы жить спокойно, чтобы оплачивать всё, что мы хотим купить, но, естественно, это не вот такие бриллианты, и не Феррари, сами понимаете. Но для нормальной, обычной, среднестатистической французской семьи, я считаю, что такого дохода вполне достаточно. Но, опять же, повторяюсь, говорю только за себя. Ну, надеюсь, разложила всё уже, ну, куда больше по всем полочкам, даже вот по таким малюсеньким. Всем большое спасибо, что дослушали до конца, и до новых встреч. Пока-пока.